Команда! Кирилл! С соревнованием готов! Уже судя по тому, как ребята представили свои команды, можно понять, что они настроены по-боевому. Раз это универсиада, то фикелоносцы должны пронести огонь. А раз это еще и соревнования, то сделать это нужно на скорость. В детскую спартакиаду включили все зимние виды спорта, которые были на настоящей универсиаде. Фигурное катание, лыжи и даже керлинг. Не все ребятам давалось легко. Так в хоккее шайба с трудом забивалась в ворота. То улетала за пределы поля, то заставляла звенеть штангу. Но мелкие промахи нисколько не огорчали детей. Со свойственной непосредственностью они рассказали, каким спортом увлекаются. Я бегаю. Куда бегаешь? От кого? Я быстро бегаю. От линии до линии. От мамы убегаешь? Иногда. Мой папа, мама и сестра, они не занимаются никаким спортом. А ты каким-то занимаешься? Ну да. Каким? Я хочу спортом заниматься, футболом. Ты хочешь вырасти большим и известным футболистом? Да. Родители подбадривали своих детей как могли. Кричали до хрипоты, размахивали флагами и руками. Их поддержка помогала ставить ребятам собственные рекорды. Я сегодня болею за детский сад номер 47. Команда веселые ребята. Он воспитанник, мой сын воспитанник этого сада. И мы давно спортом дружим. Занимаемся футболом в команде «Спарта» города Каннска. Входим в сборную. Поэтому спорт мы очень любим. Для ребят выступили и уже состоявшиеся спортсмены, которые прославляют наш город далеко за его пределами. Для малышей это хороший показатель, чего можно достичь, если серьезно идти к своей цели. Главный итог соревнований – это хорошее настроение. Его получили и победители, и проигравшие.